В 1956 году в селе Краснощеково Алтайского работал инженером-технологом на Калиновском Сахарно-Завровом году. В 1959 году окончил 9 классов. В этом же году поступил работать в Савдарский политехнический институт и высшую партийную школу. Прошел срочную службу в ледах советской армии. Сленор Алексеевич, родился в городе Калиновске в 1945 году. С медалью окончил Калиновскую среднюю школу номер 2 и курсы пчеловодов. В 1971 году защитил отлично дипломный проект инженера металлурга цветных и благородных металлов в Норильском индустриальном институте. В 1973 году обучился на курсах ИТР, научной организации труда и управления производством. И в следующем году получил высшее образование в системе партийно-хозяйственной учебы. Прошел путь от рабочего мастера цеха до начальника производственного отдела, исполняющего обязанностями директора никелевого завода Норильского горно-металлургического комбината. Неоднократно награждался руководством комбината, министерством цветной металлургии. С 1978 по 1984 год работал в городе Калиновске с заместителем председателя горысполкома, с заместителем председателя райсполкома, председателем горысполкома. В настоящее время работает с заместителем директора фермы «Жалур-инструмент», русский, женат, имеет трои дочерей. Владимир Георгиевич родился в 1950 году в поселке Новоберезанском Калиновского района. Главу администрации края, главу администрации района и депутатов районного совета. Люди слышали, видели портреты и слышали биографические справки кандидатов. Сейчас есть у вас возможность посмотреть их на всех вместе и поодиночке. Мы собрались для того, чтобы поговорить с ними о их программах, о их желаниях. Они ответят на ваши вопросы, которые вы задали по телефону и, может быть, и сейчас еще у вас в речах. Не возражаете? Да нет, я не возражаю. Георгий Георгиевич Иванов, из биографической справки, которую вы слышали перед началом передачи, вы знаете, он бывший военный, отставил их в запасе, работает ваш план комплексного развития Калиновского района. Не могли бы вы мне ответить на такой вопрос? Я прочитаю название одной главы из этого комплекса. Глава 2. О целевой программе по комплексному социальному и экономическому развитию Калиновска. Глава 2. Направление развития производительных сил Калиновского района, представляющие собой совокупность взаимоувязываемых приоритетов регионального уровня. Может быть, вы бы нам пояснили, разъяснили более четко, конкретно, что это имеется в виду. Я думаю, что это именно то, что главное в вашей программе. Добрый вечер, дорогие телезрители. Во-первых, я маленько поправлю ведущего. Значит, я на бывших военных, бывших военных убывает. Офицер всегда. Есть офицер и честь, и совесть, которая, значит, закалена в армии и в горячих точках она всегда останется. И та война, которую мы принесли в вооруженных силах. Это одно. Второе. Значит, вы сказали, что одной программы нет, но программа у вас перед глазами. И этот комплексный план развития Калиновского района, он отработан. Здесь подошли, значит, к этой программе основательно. И, в принципе, был рассмотрен, в принципе, все вопросы. Будем более конкретно, более шатно говорить. Что это вы предлагаете? Как четверо реализовать, реформировать или что сделать, чтобы все это было для нас? Поэтому для того, чтобы поднять экономику нашего района, я уже сказал, как раз в планировании, что надо планировать целевые программы. Но районные разные планы, по-моему, у него есть. Есть согласно целевых программ, которые, значит, будут составляться у нас в районе. И можно будет выходить на законодательное собрание, где, значит, можно привлекать какую-то силу, которая будет помогать. Я почему не зря сказал, надо выходить на законодательное собрание, где есть блок депутатов, который будет вносить в кровь. И вы, Мерл, давайте спустимся на землю. Мы слишком высоко поднялись. Вот конкретно, что сейчас наше хозяйство, бывшие колхозы, теперь акционерные общества, они, многие из них, не все, но многие из них лежат на боку. Что глава администрации, вот в лице вас, если вас изберут, сделает для того, чтобы поднять и чтобы они выращивали, давали эту продукцию? Я расскажу. Ну, турецкие машины, извините, турецкие машины, это не проблема района. Давайте на землю спустимся районную. Давайте будем... Вы говорили почти 10 минут. Я в заключении все-таки скажу, надо не от группы избирателей идти, а все-таки от какой-то силы, которая будет помогать, привлекать сюда трансферты, инвестиции. Для этого надо, если вы хотите собрать налог, надо запустить экономику, а надо, извините, у нас сейчас общественное производство на лопатках. Хорошо, я прошу прощения, Леонид Петрович, но вам простой вопрос задать, наивный и серьезный. Значит, Николай Васильевич, я слушал вашу программу, вы выступали на телевидении на нашем местном. И вот мне все-таки интересно, раз вы решились на такой шаг серьезный, встать на тропу борьбы за кресло, так сказать, главы администрации района, значит, вы, наверное, очень все серьезно продумали. И продумали в том числе. Эти предприятия заработали. И заработали, если сразу они не пройдут на полную мощь, но хотя бы чуть-чуть их длины с мертвой точки. Значит, правильно здесь было сказано, а я, допустим, сторонник, также придерживаюсь того, что необходимо привлечь инвестиции, заключить договору, может быть, с предприятиями, которые находятся на севере, которым необходима продукция сельского хозяйства, там, загрузки, сухой рума, может быть, сухая сыворотка, другие продукты и... Если сейчас вообще ничего не делать, то, в принципе, мы никогда не поднимем. То же самое завод с конулашно-социровки, тоже колхоз Кирова, тоже колхоз Ленина. Они так и будут лежать на Баку, и ничего там не изменится. Верном, чем она существует на рынках. Я думаю, что это, наверное, такие предприятия. Оставайтесь сами, работающие промышленности. Не могли бы Вы более конкретно, и прошу Вас, покороче и четче разъяснить этот Ваш кейс. Но действительно, телезрители не думают, что за одну-три минуты я здесь скажу то, что действительно нам нужно делать коленовский братья. Да и никто этого не сможет сделать. Я думаю, все кандидаты, которые собрались здесь, собственно, видят, что главная точка приложения силы внимания, это сельское хозяйство, пищевая промышленность. У нас в Кольновском районе другого не дано. Я понимаю, что, скажем, я говорю в автобиографии о том, я работал и в пищевой промышленности, и в сельском хозяйстве. Нужно остановить спад твоих свойств. И, наверное, начинать с того, что лежит, в первую очередь, на поверхности. Дисциплина организованная, соответственно, за судьбы людей, предприятия на вопросы, которые действительно сегодня есть, и не нужно заменяться. Но я хочу сказать подробно, у нас в этих трудных условиях, и в крае, и в нашем родном Кольновском районе, когда одни хозяйства сводят концы с концами, более того, неплохо работают, а другие находятся в провальном положении. Но что с нами случилось? Мы живем в администрации, руководители специалистов колхозов совхозов. Мои дорогие, я обращаюсь к руководителям и специалистам, вновь нужно начинать с себя. Периодически, вообще-то, некоторые колхозы, я тоже это переживал вместе с коллективом колхозов Никерова после отработки сливой структуры земледелия, попадают в тяжелое положение. Но мы не в таком провальном положении, в каком были наши отцы и деды после Великой Отечественной войны. Я думаю, самое главное, все-таки хватит разума нашим руководителям в правительстве, в административных. Мы не можем взирать, как у нас идут банкротства хозяйства. Ну, конкретно, что можно сделать? Допустим, вот ваш родной колхоз Кирова сейчас в очень трудном положении. Еще не банкрот, но может его какая-то... По-другому, моему сожалению, второй раз переживает вот такие трудности. Но, вообще-то, я отдельно планироваться уважаю. Есть такой момент. Вы за то, чтобы, так сказать, район, предприятие, население района помогало крестьянам выращивать культуры. Ну, как бы... Я ж не пойду туда, даром работать. Вы или не подумали, или не знаете обстановку действительно у колхоза. Колхоза, в том числе колхоза Кирова. Гор почти не платят несколько месяцев заработную плату. Но, они сегодня, оказывается, некоторые толстые колхозу. Потому что они получили зерно под зарплату, мясо под зарплату, поросят и жули. Игорь Ильич, прошу прощения. Игорь Ильич, господи, господи, господи. Владимир Ильич, вы почти 15 лет руководите колхозом. А потом, что вы предпримете, чтобы вывести район из такого сложного положения? Хотя хозяйство вот эти, которые попали в это сложное положение. Здесь, наверное, Илья Ильич, нужно изучить причины, почему эти хозяйства правили в сколько сложных положениях. Причин несколько. Первое, считаю, все-таки, это нумеральные структуры сегодня, как говорят, на продукции сельского хозяйства и на продукции промышленности. Причина, вы знаете, наверное, что некоторые руководители в свое время брали кредиты, брали кредиты по 230 процентов. И сегодня они продукции для купили те проценты, которые вы писали. Это в плане вашей специализации? Ну, дело в том, что полностью убирать ферму, то есть, наверное, ну, если говорить в общем-то, на баллотировку, в ходе гражданства, мы сегодня больше производили налога, чем производители по советской области. Вот в вашей программе есть такие строки. Цель моя, цель моей программы проста. Люди должны жить достойно и уже сегодня, а не завтра или в 2000 году. Скажите, пожалуйста, как это можно сделать? Ну, у меня конкретно есть предложение предприятий Сибири и Крайон Севера, продвестирование нашего района. Поэтому я с этим предложением пришел сюда, чтобы довести до избирателя эту программу и помочь нашим жителям. Расчеты инвестиций? Расчеты инвестиций, чтобы производить взаимосвязь расчеты новой продукции, подновать сельское хозяйство, перерабатывающие промышленности. Но так инвестиции никто не даст. Нужны гарантии. А для того, чтобы были гарантии, это может быть гарантией только сработать свой инвестиций. Конкретно. Конкретно, да. И с этим хозяйством напрямую консервникель не будет связаться. Он должен конкретно подписать договоры о выборе администрации. Хорошо, вот здесь еще один. Главный механизм моей программы – изменение систем управления районным для обеспечения жизнедеятельности каждой аэрофирмы, аэро предприятия. Что это имеется в виду? Ну, система управления – это делопроизводство и контроль. Самое главное. Ну, а разве она сейчас не такая? На сегодняшний день мы правильно говорили, что многие отстранились от контроля, и сами себя ведутых хозяйства так же не считают нормы. Александр Михайлович, вы действующая глава. Сейчас, как говорят, все их истины у вас. Летят. Как верить на себя? Или нет? Ну, я считаю, что недостаточно это выключение работы нашего сельскохозяйственного сектора. Ну, есть небольшая вина инвестрации района и управления сельского хозяйства. Но я считаю, что сегодняшний спад производства сельского хозяйства характеризуется прежде всего тем, что нет никаких рычагов, которые бы поддержали сельское хозяйство. Они были на первом этапе. Должности помощника депутата и что она из себя представляет? Должности. Не ждал, вину за собой. Ни за что не чувствовал. И вопрос следующий касается лично меня. Один из ребятов, значит, Калинин Владимир Георгиевич, в колхозе Кирова говорил, что вот Хворостина не является доверенным лицом Кондратенко, типа вот самозванец. Но, например, Владимир Георгиевича вбелит за блуду, за блуждение он сейчас перед началом этого принес мне извинения. Попрошу вам показать ближе. Вот первое удостоверение. 25 сентября, номер 114, доверенное лицо Кондратенко. Вот второе на повторной выборе. 4 декабря, доверенное лицо Кондратенко. И последнее. Больше года назад при выборах в Государственную Думу Кондратенко никто о нем, собственно, не говорил. Я был его доверенным лицом. Сейчас вот снимает наш круглый стол Нестеренко Алексей. На своей машине за ним заехал, в раздольную ездил. Вместе с ним отснимали выступление Кондратенко, Хворостины, Платнировской, в том числе. Дело не в авторитете. И я думаю, что Николай Анатольевич отдельно от нас всех изберут. А нас вы оцените по нашим делам и поступкам. Остальные вопросы касаются вообще-то работы. Все, да. Спасибо. Пожалуйста, Владимир Георгиевич. Вы обещаете бесплатное лекарство. Да, я обещаю бесплатное лекарство и дело возгласия средств. Мне обещают бесплатное лекарство лично одной категории наших жителей Георгиевского района, старикам. Я разговаривал со специалистами, говорят, мы эти вещи, деньги можно найти. Вы хозяйственник, вы платите небольшим хозяйством. Сможете управлять Георгиевским районом. Но однозначно, поскольку я за это дело берусь, я сознаю, если на тот группу соответственности, за которую я берусь. И я однозначно знаю, что с моим приходом в районе хуже не будет. Это я знаю однозначно. Поэтому, конечно, я смогу уплатить районом. Здесь вот Шепилов задает вопрос, что они поддерживают, отечество поддерживает Катаренко. Да, но меня там не видели. Однозначно я не ухожу ни в какие блоки, ни в какие партии. Но вы сегодня меня в городе достигли в штаб Николая Геннадьевича Кондратенко в Краснодаре. И сказали однозначно, что штаб Кондратенко поддерживает мою кандидатуру на должное заявление администрации Калининского района. И я принес свои извинения Николаю Геннадьевичу про ссене. И здесь вот публично заявляю, что он право не является, наверное, лицом Николая Геннадьевича. Кто вместо вас пройдет в ваше хозяйство, в случае ваше избрание. Но сегодня рано еще думать об этом, поскольку меня еще не избрали. Как вы будете влиять на закупочные цены молока? Да, он будет производиться из бюджета района. И предприятиям, которые нужны специалисты. Все ли это? Александр Михайлович, у вас много вопросов, пожалуйста. Почему то, что обещает стуканок, нельзя было сделать раньше? Это выделение кредитов наших, вратных кредитов наших христианских и филипсинских кредитов, а также акционерным обществом. Эти кредиты, я бы говорил, выделялись в 91-92 году. В настоящее время они не выбираются. Что за три года было инфицировано в районе? Было провожено банка Кашины, Сергей Анатольевич, мы с ним говорили, чтобы он берет погашение кредитов, укладчиков. Кореновского района я даю добро на открытие филиала Краснодарбанка. Что касается непосредственно наших, да, эти 400 миллионов вкладчиков, кредиты погашены Краснодарбанку. Что касается кредитов, которые были в начале реформ, они оказали помощь, затем они оказались правительством и, соответственно, сельское хозяйство начало, так сказать, хвалиться. Ну, когда будет газ в 7-м микрорайоне, значит, все подводящие сети, это имеется в виду вода, газ или календария, будут делаться за счет средств администрации района и города. На имени Ленина, во-первых, мы никакой проект не заказывали, этим занималась администрация города, а просто изыскали возможность, изыскали 80 миллионов денег и сейчас проводятся работы по реконструкции этого спортивного зала, потому что молодежи города сегодня негде заниматься вечерами. И мы пошли на этот путь по просьбе всех, так сказать, и работников комфорта Ленина, и учителей школ, потому что мы обеспечили молодежи. Это демократия, когда действительно будем все выбирать главу администрации района. Хотя демократия половинчатая, в станицах и хуторах пока главы администрации не избираются. Тем не менее, я считаю, что это уже большое достижение. И, может быть, не хочу обидеть себя и других кандидатов, мы в этой студии, и вообще-то на эту должность кандидата, не самые лучшие в районе. Дай Бог, чтобы через 4 года хозяйственники, крепкие работники, те, которые знают и умеют очень многое, не боялись оставлять свои должности, а шли на эту, может быть, тяжелую, неблагодарную, но такую нужную работу, которая сегодня, я считаю, должна дать какие-то планы. Александр Алексеевич, я думаю, что находящиеся здесь кондитуты, находящиеся здесь кондитуты, находящиеся здесь кондитуты, которые заинтересованы в лучшем жизни нашего района. И поэтому, кто бы ни был признан, наш район будет жить лучше. Александр Михайлович. Я проработал главой администрации 3 года, и в своей работе никогда не оставлял без внимания любую инициативу руководителя сельхозпределения, и я разбивался со всеми жалобами и заявлениями населения, и я считаю, что я, если бы вы избраны, буду продолжать работать в этом районе. Духи. Ну и прошу избирателей 22 декабря сделать правильный выбор. Выбор. Ну вот на этом и закончим, дорогие зрители. Правда, здесь еще есть два вопроса мне, наверное, мне неудобно на них не ответить. Круглый стол с кандидатами на пост главы района проводит кандидат в депутаты законодательного собрания. Я не знаю, почему у кого-то смущает, что имею ли я право. Да, я баллотируюсь кандидатом в депутаты. Во-первых, я не призываю голосовать за себя, хотя, в общем, тоже имею на это право. И я не отдаю предпочтения, если мы заметили никому из здесь кандидатов. По-моему, я поставил их все главные условия, и поэтому ничего не имею, так сказать, против. Ну, это рации. Меня предложили, я согласился. Вот, и все, что я хотел сказать. Ну и заключение.